Работает информационная служба РТВ, я Сергей Кения. Здравствуйте и Сейчас в мире. На минских соглашениях еще не успели высохнуть чернила, а стороны их подписавшие, в частности Россия и Украина, делают заявления, подрывающие и без того хрупкие надежды на мир. Киев уверяет, никаких политических обязательств по децентрализации власти на себя в белорусской столице не брали. Нет конституционной реформы, нет амнистии для участников военных действий в Донбассе. Это позиция Украины. Своё нет, сказали и в России. Были ли 16-часовые потуги нормандской четверки в Минске тщетными, разбиралась моя коллега Нина Шамуге. Договор о мире еще не мир. Отвод тяжелого вооружения в Донбассе не демилитаризация, но минские соглашения – это лучшая возможность из всех существующих в настоящее время для деэскалации ситуации на востоке Украины. Таково мнение наблюдателей ОБСЕ. Мы действительно ожидаем, что состоится прекращение огня до 15 февраля, дата, которая определена минскими соглашениями. И фактически до этого периода мы уже должны были наблюдать уменьшение напряженности между сторонами. Но напряженность не спадает, и предпосылок к этому нет. Представитель СМБ Украины заявляет, в Дебальцево идут ожесточенные бои. По словам Андрея Лысенко, Киев намерен удерживать позиции до срока начала режима прекращения огня в Донбассе и при необходимости отвечать на атаки противника. Украинские военные настаивают на том, что город Дебальцево должен оставаться под их контролем. Сепаратисты крупный железнодорожный узел Востока сдавать не намерены. И эту позицию активно лоббировали вчера в Минске. Но по признанию переговорщиков ЕС под давлением Владимира Путина пророссийские сепаратисты пошли на попятную. Кстати, миссия ОБСЕ в Донбассе российских войск, выступающих на стороне ополчения, не заметила. «Если вы меня спросите, видел ли я движение нахождения российских подразделений на этой территории, то я скажу вам «не видел». Но если вы спросите меня, видел ли я оружие бойцов, прибывающих из России, то я отвечу вам «да». «Да», сказали еще задолго до экспертов ОБСЕ американские сенаторы и попали в просаг. В США разгорается скандал вокруг сфабрикованных доказательств присутствия российской армии в Донбассе. В щекотливой ситуации оказался консервативный ресурс The Washington Free Beacon и один из инициаторов закона о поставке летального вооружения на Украину, сенатор-республиканец Джеймс Инхофф. Эти фотографии, сделанные вперед с 24 августа по 5 сентября 2014 года, должны были доказать вовлеченность Москвы в конфликт в соседней стране. Снимки настоящие, войска российские, да и страна, где разворачиваются действия соседства с Россией. Правда, не на западе, а на юге. Это августовская война 2008 в Грузии. Вину за распространение недостоверных сведений американцы возложили на украинских парламентариев, предоставивших эти снимки. Скандал разгорается и в самой Верховной Раде. Депутаты от оппозиционных партий потребовали от украинских переговорщиков в Минске разъяснений по поводу того, кто им дал право торговать страной. В частности, кто дал право менять конституцию без одобрения парламента и амнистировать сепаратистов. Любые дальнейшие разговоры об особом статусе Донбасса будут осуществляться в рамках закона, который уже принят Верховной Радой, и в рамках имплементации этого закона. Любые шаги относительно так называемой амнистии будут осуществляться по закону, который рассматривался Верховной Раде. Более того, эта амнистия никоим образом, подчеркиваю это, не может быть предоставлена тем, кто был задействован и привлечен к преступлениям против человечности. Это абсолютная позиция, которая была однозначно подчеркнута в рамках вчерашних переговоров. На украинское «нет» суду быть, ответили в Москве. Летчица Надежда Савченко, чье скорое освобождение вчера анонсировал Петр Порошенко, до сих пор остается в российской тюрьме. Надежды на то, что Надежда вскоре вернется служить Родине, уже в качестве депутата Рады, в Москве не разделяют. Пресс-спикер главы Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, в отношении Савченко ведутся следственные действия. Степенью виновности или невиновности определит суд. Никаких заверений с российской стороны относительно ее освобождения даваться не могло. Конец стады. Нина Шамуги, РДВА. Западная пресса констатирует, минские соглашения стали дипломатической победой Владимира Путина, который заставил Киев и его союзников пойти на целый ряд уступок, а сам замен не гарантировал ничего. По мнению журналистов, Москва в любой момент может разморозить конфликт, чтобы иметь рычаг воздействия на Киев, в случае, если он захочет активизировать интеграцию в евроатлантические структуры. В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Ценюк видит основную цель Киева в возвращении контроля над Донецком и Луганском. Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала CNN. Глава правительства также отметил важность восстановления контроля по всей линии российско-украинской границы, назвав это ключевым условием. Мое правительство не пойдет ни на какие уступки, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это наша общая позиция с президентом Петром Порошенко. И хочу подчеркнуть важность совместных действий Украины, ЕС и США для установления мира как в моей стране, так и во всей Европе. А минские договоренности помогут проложить путь к долгосрочному миру в Донбассе. Transparency International предложили стать иностранным агентом в России. Московское отделение Международной правозащитной организации получило представление Таганской межрайонной прокуратуры с требованием устранить нарушение закона об НКО. Следственные органы считают, что деятельность Transparency International направлена в том числе на вмешательство в проводимую государственную политику в сфере борьбы с коррупцией. Как сообщила председатель правления организации Елена Панфилова, прокуратура также нашла у Московского офиса Transparency иностранное финансирование. Правозащитники намерены обжаловать представление межрайонной прокуратуры в вышестоящей инстанции. Боку-Харам совершила первое нападение в Чаде. По информации местных властей, боевики нигерийской исламистской группировки пересекли одноименное озеро на моторной лодке и напали на прибрежное поселение НГО-Боуа. Жители деревни сообщают, что боевики сожгли несколько хижин. Позже экстремисты были отброшены армейскими подразделениями. Число погибших в результате нападения пока неизвестно. Недавно Чад присоединился к военной коалиции против Боку-Харам, в которую входят Нигерия, Нигер и Камерон. По нашим данным, в нападении участвовали порядка 30 боевиков. В этом районе проживали беженцы из Нигерии. На данный момент подтверждена гибель деревенского староста. Мы продолжаем получать информацию. Напомню, ситуация на севере Нигерии привела к массовому потоку беженцев в соседний Нигер Камерон и Чад. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий, а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.